здравствуйте друзья сегодня такой философский текст вот философские вообще размышления на разные темы почерпнутые в наших социальных сетях и просто хочу поделиться с вами наблюдений поскольку facebook меня выпилил ну не то чтобы нафиг но на месяц а собственно говоря возвращаться я особо и не планирую вот и стал я знаете уже не активным юзером как когда-то было просто скролли иногда так редко кстати и наблюдаю за всем со стороны это совершенно иной взгляд такое чувство что я сам как бы сам себя наблюдаю со стороны ну такое знаете вот в буддийской философии это понятный термин ну вот вот сейчас я наблюдаю это наблюдаю себя вот когда я был там внутри да вот может это у меня такая лента конечно фейсбуке но раз через два идет пост с агрессией и проклятием я думаю справедливо конечно и понятно в адрес россиян путина кремля вообще вопросов нет но вот вопрос а читают ли россияне эти посты даже если видят а читает ли их путин или кремль простите но сомневаюсь но кто-то ведь является адресатом не зря же клацают по клавиш выходит адресаты это мы это знаете как нерадивый учитель нерадивый орущий на присутствующих классе детей относительно тех которые не пришли на урок ну логично она как на кого ж такому учителю кричать на тех кого нет таких нет а что с теми кто пришел на урок и выслушивают эти тирады чему это я к весьма наверное не популярные мысли но мне кажется важно что ломы лидеры общественного мнения и политики сознательно накачивают градус агрессии внутри общества они лучше других знают что адресат не путин а собственный избиратель что происходит неизбежно в обществе в котором зашкалил градус агрессии а выхода и нет ибо путин очень далеко вместе с теми россиянами которые поддерживают войну против нас что происходит а тогда взоры обращаются на тех кто рядом и вспоминаются старые обиды а мелочи старые мелочи становятся вселенской проблемой и им находится простое решение это как магия простых решений то самое ведь не просто же вася купил машин это же он родину путину продал да и денег у него больше потому что он путину продал тайна помогал фсб а петровна а это петровна ну ясно же что по научению путина это она согрешила с чужим мужем да давно согрешила и что магазине продавец не так посмотрел давно пора было ему все сказать а лучше пальнуть него хочу у них свет горит фью машина доренчи ну что ну и что что ну и что 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 не путин машина то у него доренчи правда и политики первыми этим пользуются достаточно поджечь спичку раньше бы коробка спичек не хватило таким обществом легко управлять такое общество легко стравить друг с другом понимать нереализованная агрессия почти всегда выливается не на виновников а на тех кто рядом я еще могу понять там разные мемчики но воинственные агрессивные посты коих миллион уломов и политиков это однозначно технология либо поддержание негласного общего сверху заданного тренда на самоуничтожение общества знаете вот так как мне кажется благими якобы устремлениями изложением эмоций в адрес виновников преступлений и войны против нас на самом деле провоцируется внутренняя война на радость тем кто принес внешне знаете иногда мне кажется что нас давно загнали в загон котором мыслить это преступление а критично мыслить это измена родине нет не власти а все те же поросят я имею ввиду не власти загнали а те же поросят они воинственны глупые а власть к сожалению почему-то лишь помогает им ибо в радио извините за мой французский бакалавры простите не оконченное высшее как это раньше называли но не просто бакалавры не хочу их обидеть а бакалавры трусковца то есть за две недели вуз такой для неучей младокомсомольцев двух недель вы знаете часто в комментариях в соцсетях мне пишут ох рыгать охота от этого чаплыги пишут так в ух пишут в комментариях они три дня скакавшие по лесам за чаплыга что в лицо ему анонимно в комментариях сказать как он им безразличен почему он все еще извините пиздит почему не на фронте закройте ему рот пишут они не собирают сотни лайков между прочим те кто еще вчера волью памятники ленину и бескомпромиссно воевал совком дети вот этой демократии свободы будущее нашей ну и вашей страны если вы еще не осознали это агенты кремля кричат воры и коррупционеры без спецслужб но при этом делят бизнес чужой и отжимаем им плевать они научились грабить и воскликать нужные лозунги в перерывах между фотками в брониках на вышиванку и затыканием рта славням погромче им срать что тем самым они восполняют путина превращая его в мега лидера владеющего каждым сральником в отдельное отеля какие нахер агенции 99 просто купили свои должности беспринципно у вас же им срать было и до войны на украину и на рф и на всех и вообще они просто делали бизнес и делают им плевать че выиграет от этого кремль чебанкова их интересует бабло но если их обвинить в измене то статья покруче и медалек побольше и гешеф вкуснее а то что от этого выигрывает путин да и насрать делаете из него мы все знает какого лидеров всего там каждого сральником в отеля а еще не поняли что вас ждет вас ждет мракобесие диктатура бакалаврата и запрет мысли осознайте и чем раньше тем лучше потому что когда вы это осознаете ответьте на простые вопросы рынок труда филюют ваши личные проблемы с образованием может революции войны или перевороты это изменят бизнес серьезно а какова покупательская способность народа а дальше какова будет а комсомольцы они же голодные агрессивны сейчас безработицу абсорбирует война а завтра что я писал про рынок труда а что вообще с трудом и гарантиями ничего у третякова не хотите спросить вы либо продолжите за свой счет абсорбировать безработицу после войны платить дань по сути либо отдадут нам денег серьезно сотни миллиардов а кто а зачем а почему он даже восемь копеек не дают и орут знаете почему дефолт будет не дадим а репарации и контрибуции и буции анануции друзья мы откройте хотя бы google прям сейчас жертвы вы мои бакалаврата и хоть определение этих слов почитайте и осознайте ни-ког-да сами без меня осознайте хотите со мной поспорить но напишите мне свои ответы потом на сутки отключите телевизор и новости просто думайте а потом через сутки прочтите просто самих себя же тишине а выход есть я думаю да то есть прямо сейчас мы обязаны немедленно национализировать все природные ресурсы страны включая аграрный сектор привет барона мы должны создать по образу норвегии государственный фонд с неотчуждаемыми акциями или долей каждого гражданина в нем который бы управлял ресурсами и был бы социальным и пенсионным по сути а также мы обязаны списать ну при структуризировать и списать простить долг либо если не это все подчеркиваю либо уедете чем раньше тем лучше для вас мы никогда не отдадим даже половину того долга не ког да что может быть платы ресурсы страны на земле и под землей думаете вам дадут ренту ну то есть если даже отдадите ресурс пиписку вам дадут за 50 процентов долга заберут ресурсы а за вторые 50 вы будете отдавать ренту за них вложить нам сюда бабки у нас серьезно а как быть зданию описано но чуть выше а ведь там оружие мы прошли точку невозврата к сожалению прошли все вы можете прятаться в виртуальной реальности не существующей страны до 24 февраля ее больше нет вы можете прятаться в этой виртуальной реальность жить в стране до 24 февраля но нет ее больше нет она будет другой будет обязательно наша страна будет поверьте просто другой но вам нужно либо осознать это либо мы не знаю что пожелать жить в той виртуальной поймите пенсии у вас не будет как нет и трудовых гарантий страдковых выплат их тоже не будет никогда и никак простите это уже объективная реальность уже привет ритякова и всем остальным вам нужно осознать что ваши дети будут просто не конкурентны по сравнению с теми кто уехал это объективная реальность образования рынка труда что бабки правят мира именно в периоды нищеты а эти бабки не у вас они у тех кто ворует сейчас и кто управляет долгом сегодня и у тех кто их вывез тогда вы это осознаете лишь не чем раньше тем лучше рано или поздно вы уедете и будете ненавидеть тех кто ехал раньше или рано или поздно вы поймете что ганди был прав это его слова мы рождены не для идей а для жизни но где вы а где ганди и что ничто не сможет вернуть вам время поймете что счастливые дети только у счастливых родителей а не у тех кто несчастен якобы во имя высших целей или мифического будущего детей в ваших тяготах сегодня это сказал ганди не я украина конечно будет клондайка как когда-то после распада союза было им для восточной европы но только для очень узкого круга вышивших играть микаил что делать я всегда отвечаю а в какой из геометрии или что верю вы случайно не бакалавр тусковца хорошо песню есть эвклидовой и не эвклидовой геометрии и той другой геометрии но законы в одной не действует другой есть политика есть военный мир это всего лишь период большой глобальной функции войны задача политиков не допустить войны и продлить мир а если пришла война политики простите усрались нах кто в этом виноват я избиратели когда пришла война кто правит военные а я военный нет ну так чё меня спрашивают политик политик может выступить только за мир по определению если политик выступает не за мир то он не политик сори простите это определение понимаю это слом шаблона равны как и две геометрии военный должен выступать за победу любой ценой это законы природы если началась война если военный выступает за мир это как политик выступающий за войну простить что мне вам сказать да мне нечего вам сказать две геометрии и обе правильные и мир это все лишь элемент вечной войны но это иная геометрия как из нее в к лидовой пояснить и в к лидову вот как просто выключить наверное телик и осознать одну простую вещь жизнь это то что бог дал для продолжения родов коротко коротко жизнь коротко и обратно не вернуть каждую секунду этой жизни каждый сам себе решает в какой из геометрии жить это свобода свобода данная богом каждом свобода выбор и никто не имеет права судить кроме бога если мы республика кто-то живет одной геометрии кто-то в иной и все правы поверьте все в каждой своей геометрии каждый прав ну и про мову ну как же без нее анархист не пишут правильно описал проблему моего срачей двух украин там своих постах и так далее и да это страшно не описание монархиста а тем что реальность такова а значит есть две войны одна с агрессором а вторая та которую нельзя назвать вслух привет корося там привет этим разжигателям внутри ну а мне отвечает то все тумущу русских умов не уважаются рашистом простите я отвечу как это же проблема вашей головы полис никогда не транслирует личные проблемы восприятия собственной головой на других равных сограждан только хутор проблемы собственной башкой мировосприятием переносит на иных равных сограждан ну так есть не описал внутреннюю войну привет этим поросятам это те же сша одну демы сша и российская федерация одни соросят привели а вторые дикотомин суркова русский мир в с укранатский мифический на фоне это же все на фоне внешней войны с россией с оккупантами теперь вам яснее опыт югославии или чехословакии ближе лекаре теперь яснее про фронту неизбежно теперь яснее про хутор и полис теперь яснее что я и о чем писал и предупреждал полис всегда принимает иное и становится больше хутор скрывается в ксенофобии ибо ничем иным кроме каких-то своих там придуманных для себя отличительных черт биологических выделиться не может и просто исчезнет в полисе поэтому хутор отторгает полис теперь поняли оце врачи по наехала но это же старые еще советские ну что иного придумал это было до и будет после это было в европе ну поймите у нас сейчас все трошки страшнее две украины к сожалению причем во всех сферах 2 и началось то еще с юща а кто его привел позвольте я спрошу и как там про сейчас там какие-то судебные процессы идут разбирательство про неконституционные там изменения конституции про эти как они хотят сказать беловежские ну то что там эта партия регионов она принимала тогда соглашение какие-то в луганской области не принимали старобельские как какие-то ну неважно а кстати они действуют на сегодняшний день их никто не отменил кстати какой оксимурон да а простите если это то 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 как пришел ющ третьем туре это что а с этими конституции ну то есть знаете меня тут подзадрало тут знаете либо мы это лицемерие заканчиваем за вещи своими именами либо мы так и будем вечно знаете пришли белые бьют красных пришли красные бьют белых ну а по ходу пьесы красные с белыми бухают вместе по вечерам а бьют тех через как чей дом они ходят знаете вот как то так ну ладно кстати а ющи не тот ли рыбачук простите привел его в свое время который смыл как мне кажется десятки миллионов денег сша на всякие честные прочую пургу не тот ли что как мне кажется в погонах одной разведки а может быть нескольких не тот ли что нам до сих пор не пояснил как он смог на борт государственного самолета делегации нб у завести некую катерину гражданку другого государства но если кто-то из вас может это сделать расскажите как не теле стерненки честнее сегодня нам гадят простите кто создал эти две украины то раскалывает нашу страну изнутри а ну знаете и по поводу уже этого фейсбука закрывая эту тему знаете я специально оставил большие загончики для разных сект ибо с уважением отношусь ко всем даже если не воспринимать ну как кто-то не воспринимает менять нормально ну вот но хоть у меня привет там отдельно гранатосознанным и правозащитным кавычках хватает силы духа в глаза все говорить ну ладно а у кого-то нет вот ладно проехали что же я вижу я вижу пиздец простите за простоту речи вот так глобально одни на фронте вторые в политике и политика понятие широкое это и активизм и политикой рейтинги и прочая хрень фронт тоже двойной один передок и волонтеры настоящие те которые по три копейки как мы с вами с простого люда собирают на носке а второй трошки потешно очень фотогеничный и волонтеры у них тоже под статьи все в гламуре денег хоть жопой жуть они собирают неделями на него пацанам а вторые по полмиллиарда выгоняют за рубеж аккурат перед 24 красивые не нужно мне беседовать про 600 миллионов с простого люда и непростого да даже с не простого вы 10 20 не соберете уж я то знаю одни крепают новые партии а вторые живут мечтой о новой стране но чем мечтательнее и убежденнее тем меньше у них патрона и безрассудней позиции на которые их шлют понимаете о чем я я учебники писал там где многие учились и все понимаю знаю иногда пишу между строк потому что больно больно а есть еще те кто пытается не сойти с ума то прошлогодние фотки постят пытаясь вновь проживать навсегда утраченную жизнь кто-то застрял 24 февраля есть те кто уже делит будущее они циничны как 100 комсомольцев уставших гопотой в 90-х вышиванках с проплаченной армией ботов и сеток телевизором и сми есть те кого нет в сетях их 90 процентов их не спрашивают социологи их не видят соцсети их нет 90 процентов людей призрака родные судьбы три года назад я написал эту сагу лишние люди у них нет работы еды будущего у многих нет розетки и дома оставшиеся 10 процентов да они очень пестрые те разные они создадут ту разношерстную но лживую картинку украины и в украине и за рубежом даже для себя не лгут пытаясь жить собственной картинкой фейсбуке беда беда но эти 10 процентов и будут украины чуть позже как больно за этих 90 но нет больше никаких способов им даже весточку послать все стало моно в ночном городе прекрасны тени но как же он жалок когда восходит солнце я начинаю бояться солнца его свет разрушит магию теней романтику шепота патриотизм маршей и превратить красоту темных тел в родство света но рассвет наступит и овладеют им те кто при свете изжил пользуясь слепотой подвороте а остальные даже не успеют открыть глаза они сами их закроют приняв свет анархист кто-то скажет опять накатил но не без этого конечно хоть не сейчас но вы и без меня знаете что это было во времена вавилона будет и у нас знаете но не принимайте как юноша считающий вечность вечностью каждую секунду до рассвета обнимая девушку а потом будет день аминь здравствуйте друзья переквалифицировался это я вы психотерапевта вы не поверите но это будет самая востребованная профессия ближайшие 5-10 лет да да именно психотерапевт в общем открыла маленький кабинет до уйдя из политики переквалифицировавшись ну диалог понятно сатирический понятно детки диалог в кабинете психотерапевт у меня то есть то его то его а шо вони там умничают в тому киеве опять наши вернуться а они там жируют ну да опять бо жодна революция члена не изменять ринку праці не додадут фаховых здебностей то мы сами посадуем о наших на посаде не сумніваюсь але чи додастся фаховостям може вони зможуть професійно управлять а что будет в результате чи не вы перши почнете голосить что влада нікчем за те будут наши я знал вы протестуете не проти того что крадуть а проти того что крадете не вы так вси зрадники чого вы взагалі не на фронті бо кожен мусить робити те на что вчився и что умеет там навчать ооо якби вы ходили в школу то знали б що середньовіччя та феодалів ну і ті ж теж навчали селян для війн але це б пройшло одни зрадники навколо ні просто цікаво чи пішли б ви до гинеколога якого навчили за два тижні примусово це інше звичайно мій чоловік на фронті а ви всі по києвам рулять оце і що ваш чоловік добровільно пішов так скажите а хіба він це зробив для інших він це зробив за покликом власної душі і точно не для того щоб цікувати інших але він там а вони тут то ви видно проти такого вибору так несправедливо що несправедливо кожний сам вирішує межреспубліка тут громадяни самі для себе вирішують а не для інших чи за іншими чому мій там а вони тут ну так то їх вибір його призвали не зрозуміло то ви проти тих хто тут чи проти тих хто призвал це різні речі зрадники навколо ясно 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 ще раз ви проти тих хто призвал чи тих хто в києві от треба визначитись вибір чоловіка був власним чи примусовим не скажу то варто розібратись проти чого ви і чим завинили перед вами особисто ті хто в києві вони всі вороги чому тому що змогли виїхати чи не призватися війні адже ми всі українці підтримуємо один одного і ті хто на фронті і ті хто виїхали і ті хто лишились мої там а вони тут і по заграницях а ви б хотіли туди ні в мене немає коштів то багаті а якби були не провокуйте ясно то ще раз в республіці громадяни самі вирішують чи не так хто йде на подвиг роблять це за гроші чи чи по поклику подвиг роблять за гроші чи по поклику для майбутніх бонусів чи по поклику для своєї совісті чи для вимог від інших не провокуйте не провокуємо просто питаюсь бо кожен сам робить свій вибір і ніхто не має права судити інших за їх вибір крім Бога і них саме адже це є принцип республіці в нас не було ні грошей ні вибору нарешті ми дійшли до суті а то часом не ви обирали керманичів чи з Марсу їх привезли чи може Путін привів то тепер нами правити будуть ті хто в Києві чи виїхали а до того вами хто правил дух святий ми все змінимо це буде наша країна о так і це дещо лякає ви впевнені що у вас є досвід і фах в мене є право не сумніваюсь саме ті в кого немає фаху але є право закінчують розпродажем активів батьківщини за три копійки і з позором ідуть у небуття зараз хоч поживемо не сумніваюсь але ще раз питаюсь у вас фах є нема але он вони ж правлять струскавця то ви хочете так само то ви не проти них ви просто ви їм заздрите то ви і є ті 93% то що нам робити не знаю вчитись 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 але це тепер лише доступно там в нас немає грошей ну ви ж зруйнували мінновисний соціалізм з його безкоштовною освітою це ж ви самі хотіли правда ми хотіли щоб все було по справедливості ті крали і нам давали а ну нарешті амінь дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Взеркайте на перегляд наші надеж'ї подвижні!